Инна Коваленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич, поможите, пожалуйста. Моей маме тяжелая ситуация, она не может успокоиться после расставания с мужчиной, который сильно обидел. Я стараюсь ее поддерживать, длится уже несколько месяцев. На работе есть женщины, которые говорят, что со всякими бабушками, и дальше не будут читать. Это очень огромный такой текст. Давайте я дам вам совет эзотерика, который будет звучать так. Что делать, если мужчина обидел, в случае, если вы обиделись, как развязать этот клубок обиды? Можно ли что-то с этим сделать? Давайте я расскажу, с чем это связано. Первое. Когда мужчина бросает женщину, обычно женщине начинает становиться ей жалко себя. Как ее такую хорошую кто-то смог оставить, ведь она хорошая. Помните, меня мадам Брошкину купил ей сережки и так далее. Себя жалко. Когда человеку себя жалко, человек должен найти идею, ради кого он собирается дальше жить. То есть, если человек живет с человеком и обожает его, то обычно вся идеология человека связана с тем, что любящая женщина обычно идеализирует своего мужчину и старается жить максимально для него, ради него, как собачка. После того, когда ее хозяин бросает, то собака становится полностью никому не нужной и начинает себя жалеть. Как это проявляется? Это проявляется в виде, ну, сейчас мы к этому придем. Что же необходимо сделать? Человеку необходимо найти, ради кого жить. И вы представляете, если бросить женщину, то женщина начинает интуитивно страдать, потому что ее бросили, у нее нет идеи, ради кого жить. И в этот момент у нее начинают либо она болеть, либо дети болеть. Почему? Если дети болеют, то нужно жить ради детей. Если она сама болеет, то она начинает жить ради себя. И начинает лечиться, потому что таким образом все устроено. Идеология, идея должна быть. То есть, если ты не жила для мужчины и он тебя бросил, то тогда живи для себя, а также живи для тех, или живи для идеи. Придумай себе идею, придумай идею, там, ради чего или ради кого ты живешь. Там, дочери, квартиру купить, теперь я буду бизнесменше и так далее. Дальше. Самый страшный вопрос, который я советую никогда в жизни не произносить. Этот вопрос звучит так. Этот вопрос звучит так. Почему? Не произносите никогда этот вопрос. Не почему. Поменяйте слово в вопрос, почему, на слово, да зачем он мне сдался. То есть, в тот момент, когда почему так произошло, говорите, зачем он мне сдался вообще. Дальше. Никогда не говорите, он от меня ушел. Всегда говорите, пошел он от меня. Если у вас есть подруга, которая говорит, от меня муж ушел, говорите ей, это он не ушел, это он пошел от тебя. Собор парижской богоматери. Обычно женщина говорит, я теперь никому не буду нужна, потому что я некрасивая. Я могу сказать, кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Большое количество мужчин только и мечтает за тем, чтобы с вами жить и вас любить и так далее. Ну, в общем-то, вот такой мой ответ. Продолжение следует.